Человек с Луны Человек с Луны У вас трое детей и вы продолжатель рода. Вы чувствуете удовольствие или тревогу от того, что на вас ответственность? Вы знаете, это хороший вопрос. Может быть, даже не только для этой передачи, потому что не так просто быть с этой фамилией. Вы абсолютно правы, что было начиная от многих казусов, заканчивая веселыми шутками. И одно дело это быть с этой фамилией в 45, как мне сейчас. А другое дело этим родиться и быть в год, и в два, и в три, и в пять, и в десять, и быть в школе, и в спортивной секции, и в институте. И сталкиваться постоянно с вопросами об этом. И, конечно, это был рюкзак, который был тяжелый для меня. И он иногда мне казался мешающим моей жизни. Откровенно скажу, настоящее понимание, наверное, как и любому человеку, происходит, когда он сам становится личностью. Вот после того, как я понял и осознал, что независимо от Николая Николаевича Миклуха Маклая, нашего великого соотечественника, я сам являюсь Николаем Николаевичем Миклуха Маклая, который может достаточно многое, то этот рюкзак мне стал в помощь. И я его с гордостью несу и совсем с другой осанкой. Вы, все мы с детства, я помню, картонную книжку с голубой обложкой, нарисована ночь, и человек с луны, и все мы ее читали. Он ведь был великий коммуникатор. Приехать на чужую землю, и там суметь понравиться, и не нанести вреда. Вы чувствуете, что он прямо отражение из сегодняшней российской политики? Мы не насаждаем демократию силовыми методами, мы приходим замерять войны. Вы знаете, не смогу вам дать комментарий, если бы у вас не было в этом вопросе слова «политика», я бы, может быть, вам многое рассказал. Но я занимаюсь культурой и наукой, и ни в коей мере слово «политика» к этому не подходит. Если каким-то образом те действия, которые я делаю, они политически позитивно сказываются на взаимоотношениях между народами, то это великолепно. Но это уже не моя часть работы. Хотя, конечно же, работа с людьми, она так или иначе связана с политикой. Николай Николаевич, когда боролся за права попуасов, так или иначе с этим сталкивался. Но, наверное, именно потому, что он гражданин мира, именно потому, что его уважают и в Австралии, и в Папуновой Гвинеи, и в Лондоне, и в Соединенных Штатах Америки, те люди, которые знают о нем. И там, где он много работал в Германии, и там, где его ценят и считают своим героем на Украине. Именно поэтому, наверное, Мику Хмако является той фигурой, когда мы можем не говорить не о политической фигуре, а о фигуре, которая объединяет людей, независимо от политики. Вот это, наверное, более ценно для меня. Николай Николаевич, конечно, для россиян, а может быть и для всего мира, это человек уровня Колумба, Фанасия Никитина, это путешественник, который открывал мир для всех. Но говорят, возвращаться в одно и то же место дважды, слишком большая роскошь, жизнь слишком коротка. А он много раз ездил в одно и то же место, и вы собираетесь неоднократно посещать острова. Что в этом такого? Прикипели? Вы знаете, если мы хотим о чем-то иметь суждение, наверное, достаточно мало того времени, когда ты начинаешь познавать что-то, достаточно мало того времени, то, что мы привели. Николай Николаевич провел 30 месяцев, это было три поездки, именно на берегу Маклая. В других путешествиях достаточно много лет. И когда ты начинаешь познавать эту культуру, ты понимаешь, что этого мало, и тебе хочется еще больше познать. Для того, чтобы передать и рассказать абсолютно четко то, что они имеют. Потому что это большая ценность. Когда мы видим, смотрим на их культуру, смотрим, как они ее сохраняют, мы начинаем думать о том, как сохранять свою. Мы сегодня, например, сделали плакат, огромнейший, 3х6 практически на всю Акуловку, в этнографических костюмах, натуральных костюмах папуасов. И вы знаете, для некоторых посмотрят и начнут улыбаться, а потом еще раз посмотрят, посмотрят, какой красивый. А потом спокойно воспримут и подумают, интересно, а в каком же я костюме? Я в костюме итальянском, китайском. А где же мой новгородский? А где же мой Акуловский? А может быть, у меня что-то есть? И вот, наверное, это об этом. Когда ты хочешь узнать больше культуры, для того, чтобы, может быть, познать и себя, и уважать именно, и то, что у тебя есть, и то, что у тебя сохранилось. Кстати, по поводу Человека с Луны. Вы знаете, они называли его Человеком с Луны за белый цвет кожи. И мы же готовим сейчас фильм. И это потрясающий фильм, действительно. И мы сейчас уже подготовили ролик фильма Человека с Луны, который можно увидеть. И вы, по-моему, его транслировали. А в ближайшее время, я думаю, мы выпустим двухчасовой документальный фильм, который действительно будет рассказывать историю о том, как помнит нашего соотечественника, о всех его путешествиях в этот регион. И с уникальными кадрами попуасов, которые будут рассказывать историю о Микухо-Маклое, прямо с того самого берега. Вот этот фильм сейчас готовится, и он на 85% готов. И мы надеемся выпустить в конце или в начале следующего года. Я задам вопрос о женщинах тех островов. В жизни Николая Николаевича была жена, которая умела ждать, дочка. У вас есть дочка. А какие женщины в Венеи, на островах? Что у них в характере, может быть, в манерах? У Николая Николаевича была действительно жена Маргарет Робертсон-Кларк, который в последующем стал Маргарет Микухо-Маклое, это австралийка. Дело в том, что у него не было дочек, у него было двое сыновей. У меня есть дочка, действительно. У него была сестра Ольга, которую он очень любил, из которой был близок в переписке, в отношениях, потому что это была единственная девочка в семье, потому что у Николая Николаевича все остальные были братья. Но остров Новая Гвинея когда-то назывался островом мужчин. И есть две причины этому. Первое. Папуасы очень ценят своих женщин и никогда не показывали европейцам, которые высаживались на берег своих женщин. Они оставались одинокими и поэтому покидали остров. А второе. Никогда женщина не входит и не участвует в различных церемониях, не допускается. Даже сейчас в правительстве нет Папу-Новой Гвинеи женщин. Хотя одна из них есть в университете Декан, с которой мы, кстати, заключили соглашение о сотрудничестве между фондом и Новогвинейским университетом. Женщины очень ценятся. Например, на примере процесса инициации, когда мальчика посвящают мужчины, можно понять, насколько они ценят семью. Например, процесс инициации, они проходят именно тогда, когда семья готова к тому, чтобы отдать мальчика. Не отдать мальчика, когда семья принимает решение о том, что мальчик готов создать семью. Не готов стать охотником, не готов стать каким-то другим человеком, я не знаю, а именно семью. И это может быть 15 лет, а может быть 25. Они понимают, что семья – это самое ценное. Вот это потрясающе, конечно, получится бы нам еще вот этим традициям. И они проходят в течение трех недель, например, на берегу Маклая вместе с наставником, в том месте, куда никогда женщины не заходят. А после этого празднуют вместе с женщинами этот праздник вместе со своей семьей. И после этого мальчик начинает заниматься строительством хижины для того, чтобы создать семью и рожать детей, продолжать род. Кстати говоря, с 1975 года популяция увеличилась с двух, с небольшим миллионом почти до восьми. Поэтому они очень любят женщин и семью. Из вашего ответа следует, что есть еще одна неоткрытая планета – это женщины Попуа Новый Гвинеи. Еще не все мы увидели и поняли о них. Абсолютно точно. Женщины для них очень… Они ценят женщин. И, кстати говоря, Маклая не удавалось первые месяцы увидеть их. Они прятали. Только после того, как наладили контакты и получили доверие, начали доверять ему. Они показали своих женщин. Как вы чувствуете ли себя новгородцем, может быть, акуловцем? Поскольку для нас-то это большое событие, а вы все-таки из Петербурга. Я чувствую себя очень близким к Акуловке. Я чувствую себя очень близким к Новгороду. Наверное, чтобы новгородцем стать, мне надо немножечко подольше побыть здесь. Но на то и впереди Маклаевские чтения и много других мероприятий. А может быть, и в дальнейшем какие-то… Может быть, я перемещусь сюда на какой-то период времени и буду жить. Но душой я здесь однозначно. И всегда говорю об этом, потому что мне очень приятно. И мне, я считаю, что посчастливилось, что здесь есть такая большая интересная инициативная группа, которая создает такие мероприятия. И с каждым годом приезжать сюда все интереснее. Я думаю, что интереснее не только мне, а тем людям, которые сегодня пришли. Посмотрите, как много было, много людей. От имени интернет-газеты «Ваши новости» я хочу поблагодарить вас за то, что пусть Новгород утратил роль столицы российского государства, но Акуловка сегодня точно приобрела роль мировой столицы путешествий, которые совершают простые люди из Новгородской области. Абсолютно точно. Тем более, что сегодня мы все знаем, что День этнографа празднуется где? Если День этнографа, то Акуловка. Спасибо. Спасибо вам большое.